Первый из первых Николай Литвинов. В музее Новосибирска открылась выставка об уникальном жителе Новониколаевска, владельца первой типографии будущего мегаполиса. Предприниматель, общественник, летописец. Сегодня сложно сказать, кем был Литвинов, но след в истории города он оставил. Светлана Шевченко подробнее. Николай Литвинов прибывает в будущий Новониколаевск на строительство железнодорожного моста в числе первых. Литвинов, будучи фельдшером по образованию, устраивается в приемный покой на станции Кривощокова. В 1897 году открывает первый книжно-канцелярский магазин. На витринах книги, театральные принадлежности, музыкальные инструменты, ноты, игрушки. Вскоре Литвинов организует читальную комнату и первую товарную биржу, где можно узнать цены на товары сибирского рынка. В феврале 1900 года будущему магнату разрешено открыть в поселке первую типографию. Он сначала обслуживал бизнес, он печатал деловую всевозможную документацию, бланки, квитанции, отчеты, формы. Потому что в городе было много денег. В городе, где ежедневно осуществляется десятки, сотни каких-то сделок, он попал в струю. На выставке книги и печатные издания, выпущенные типографией более ста лет назад. Например, толковый словарь Владимира Дали и журнал «Задушевное слово», почтовые открытки, газеты и другая продукция. Есть и воссозданные интерьеры рабочего кабинета Литвинова и его книжного магазина. На месте прилавка здесь, задекорированного под начало 20 века, там разложены журналы, газеты, банкноты, купюры того времени, монеты. Начало 20 века, эпохи Николая II. То есть все, что можно было так или иначе приобрести в магазине у Литвинова. Особый интерес уроженец Пензы Литвина впитал к видам зарождающегося сибирского города почтовой открытки «Узнаваемый бренд». И сегодня фонд Музея Новосибирска пополнился репринтным изданием альбома видов города Новониколаевска. У меня в руках копия, которая полностью повторяет оригинал. Цвет, размер, качество переплета. А здесь на витрине представлен оригинал. В альбоме можно увидеть самые первые фотографии нашего города. Вот, например, ранняя закладка моста через Зобь, датированная 1893 годом. Издание «Подарок» от научной библиотеки. Экспозицию готовили совместно. Часть книг, выпущенных типографией Литвинова, хранится в библиотеке. Ну, не более, наверное, книг 50 экземпляров он выпускал. Потому что они же должны быть постребованы, да, они же должны быть на востребу дня, чтобы люди их купили, чтобы они не лежали, не хранились, а именно были распроданы. И, естественно, мы их храним в соответствующих условиях. Да, и температурный режим, и влажность. Все соблюдается, чтобы они остались у нас, ну, для наших потомков. Именно Литвинов в 1903 году едет к Николаю II с ходатайством о преобразовании поселка в город. Его вклад в становление будущего мегаполиса неоценим. Светлана Шевченко, Валерий Павлов. Новости ОТС.